С 1984 года и до сих пор этот поселок, в котором проживает около 500 человек, отапливался котельной, работающей на нефти. Это не дешево и не лучший вариант с точки зрения экологии. Поэтому себестоимость гигакалорий была достаточно высокой. Если вы исходите с того, что на сегодняшний день на нефти стоит примерно 15 тысяч рублей. А примерно 1000 кубометров газа будет стоить примерно 900 рублей. Помимо снижения себестоимости выработки тепла, что может существенно понизить тарифы для потребителей, сокращение выброса в атмосферу вредных веществ, еще один важный плюс с вводом новой газовой котельной – это безопасность. При любой внештатной ситуации она будет автоматически отключаться. Современное оборудование это сделать позволяет. Да и прослужить без ремонта, по заверениям специалистов, она сможет достаточно долго. Насосное оборудование предусмотрено с частотными преобразователями. Что увеличивает срок эксплуатации оборудования и увеличивает экономию электроэнергии за счет плавных пусков, за счет регулировки насосов. Также здесь предусмотрена, например, двухконтурная система. Это тоже увеличивает срок эксплуатации котельной. Котельная практически готова, а в данный момент монтируется электрика и наружное освещение, ведется благоустройство прилегающей территории. Попутно достраивается газопровод протяженностью 2,5 километра, который будет снабжать агрегаты топливом. Попутный нефтяной газ, поступающий с месторождения, прежде чем попасть на газовую горелку, будет проходить предварительную подготовку и в котле уже практически полностью сгорать. Уменьшаются выбросы в окружающую среду вредных веществ, таких как азот, углекислый газ, сера практически к нулю сведена на газе. Незгораемые вещества сажа, такие тоже практически к нулю сведены. Пусконаладочным работам подрядчики намерены приступить в сентябре. Строительство котельной с участком газопровода было профинансировано в рамках соглашения о социальном партнерстве между нефтяной компанией «Лукойл» и администрацией Нижневартовского района. Это не разовая помощь селянам нефтяников. Мы очень благодарны нефтяникам, они постоянно помогают развивать нам наш поселок. Много денег на регулярной основе вкладывается, тут и жилье строилось за счет нефтяной компании, музей когда-то строился, школа, детский садик. Ну то есть как бы практически весь соцкульт-быт, который у нас здесь есть, в нашей красивой деревне, это в основном построено с финансовой помощью нефтяной компании «Лукойл». Андрей Шарков, Олег Басарыгин, специально для новостей.